От Ульянова до деревни Фурсово рукой подать. Каждое 9 мая отсюда на главную площадь районного центра на Парад Победы ходит Василий Никишов. Свой фронтовой путь он начал в 1942 году. Его часть перебрасывали на самые опасные участки. Бои под Сталинградом, Курском, Брянском и, наконец, Житомир. Здесь полк бросили на танкоопасное направление. И фрейтор Василий Никишов выдвинулся вперед, чтобы заранее предупредить артиллерийские батареи о появлении танков. Но позиции, оказалось, были заранее пристрелены немцами. Вот этот снаряд как раз уходил в батарею. Видать, они уже были намечены. И, значит, я упал. И танк уже идет сюда. Понимаешь, как я упал, он мне в руку, видать, в голову хотел целиться. Я лежал, упал. Затем лечение в госпитале для военнопленных, где его выхаживал земляк-фельдшер. Если бы не он, то, возможно, судьба Василий Никишова была бы совсем иной. Там, значит, я заболел чифом. Нас перегоняли чифозные. Там помирали люди сотнями. Там, говорит, погибла шутка в этой деревне. Но там и был госпиталь. Фронт все ближе подступал к Германии. Поэтому немцы гнали военнопленных к своей западной границе. Освободили их в 45-м году американцы. Василий Никишов до сих пор с особой теплотой вспоминает наших союзников. По-настоящему молодцы. Мы не могли ходить, ходить не могли. Вставать. И то вот эти наши, эти, говорите, слушайте, лежите, лежите. Немножко осталось. Нас освободят скоро. Потом мирная жизнь, семья, работа. После выхода на пенсию Василий Павлович занимается огородом и пасекой. А на вопрос, как сейчас живется, отвечает стихотворной притчей о встрече в степи Бога и плачущего человека. Я друг униженных и бедных. Я у всех убогих берегу. Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный. Какой нуждою ты гоним. И человек сказал, я русский. И Бог заплакал вместе с ним. А в ближайших планах у ветерана парад победы. Его он никогда не пропускал и не собирается пропускать впредь. Говорит, так будет, пока позволяет здоровье. Чтобы люди не забывали тех, кто воевал и терпел лишения за их мирное будущее. Сергей Панов, Алексей Пехов, Андрей Бодршев, телекомпания НИКА-ТВ, Ульяновский.